Добрый день, друзья! Мы в гостях у Евгения Бойко. Меня зовут Амир Уайтман. Я президент Клуба молодых бизнесменов. Евгений, добрый день. Привет, Амир. Евгений, давайте начнем вот с чего. Хотелось бы, конечно, понять, считаете ли вы себя предпринимателем либо бизнесменом? И в чем разница между бизнесменом и предпринимателем в вашем видении и понимании? Ты подготовил первый вопрос, самый сложный. Я большой разницы между бизнесменами и предпринимателем не вижу и в силу своего опыта я, наверное, скорее всего предприниматель. Мне кажется, что предприниматель это больше человек, который реализует некоторые идеи, а бизнесмен это больше человек, который делает деньги и я скорее всего предприниматель так сложилось моей жизни что все чем я занимаюсь это исключительно вещи которые которыми мне нравится заниматься я очень редко трачу время на то чтобы заниматься тем что мне нравится даже если приносить деньги поэтому я скорее предприниматель отлично а вот сколько лет назад вы стали предпринимать дело в том что хоть я и проработал в рамках крупной компании долгое время но моя задача была очень схожа задачи предпринимателя а именно мои задачи входило определять возможности повышения прибыльности и реализовывать эти возможности а также избегать ситуации которых прибыльность может упасть это очень похоже на то что делать предприниматели но естественно как предприниматель я кристаллизовался в момент когда решил создать собственный бизнес момент когда я покинул крупную компанию и хорошее место в крупной компании с тем чтобы основать свои агентства это у нас получается было уже почти 10 лет назад это произошло в 2007 году в конце 2006 я начал флиртовать этой идеей 2007 окончательно определился поэтому уже скоро будет 10 лет в чем вы считаете себя экспертом значит я позиционирую нашу компанию наше агентство как компания которая создает изменения и наверное если бы я стал говорить о том чем я эксперт и при этом был бы чуть-чуть скромным ну что есть много небольших областей или узких областей которых я могу спокойно сказать что я знаю что я делаю и я разбираюсь в этих областях но в общем и целом я думаю что я эксперт в том чтобы с помощью моей команды с помощью команды клиента определить возможности изменений компании которые могут привести к не могут которые приводят к повышению прибыльности компании и затем эти изменения реализовать по вашему мнению есть смотреть тенденцию предпринимательство в молдове 10 лет назад и сейчас насколько сильно это изменилось я давно уже не даю оценок положительных или отрицательных каким-либо процессом на рынке почему потому что это неблагодарное дело это очень относительно у нас все относительно плохо в сравнении с некоторыми ближайшие рынки примеру у нас все относительно очень хорошо в сравнении с некоторыми рынками на ближнем востоке даже в азии поэтому я не делаю цены хорошо или плохо куда у нас движется предпринимательство значит предпринимательская среда кишиневе и молдавии в целом одновременно взрослеет потому что хоть есть много молодых предпринимателей на уже есть предприниматели которые выходят из статуса молодых они уже годик-два развивает свой бизнес и они уже начинают взрослеть матереть некоторые степень также есть определенный отток и предпринимателей и профессионалов которые определенный момент приходят мысли что они могли бы реализовать больше допустим на рынке москвы или там на рынке украины или на рынке в румынии или в европе и покидают стран но также отмечаю тот факт что некоторые из них возвращается меня это только радует в целом я отмечаю одну простую вещь что рынок и предпринимателей у них проходит немножко вот это опьянение первичное связано с запуском собственного бизнеса ура у нас есть наша компания ура у нас первый клиент и они больше приходят к мысли того что как обеспечить долгосрочное развитие компании как обеспечить постоянный рост как может быть обеспечить не сиюминутную выгоду и прибыльности а некие статистические моменты я думаю что вот в этом движении мы растем как вы считаете вот нашей стране если взять соотношение 100 процентов предпринимателей как вы считаете насколько из этих процентов предпринимателей делают правильно а мир я конечно же ограничусь тем кругом знакомств и с которыми я имел контакт за последнее время я считаю что сто процентов из них занимается правильным бизнесом объясню почему потому что то есть на из прочих заниматься неправильным бизнесом то как ты думаешь сколько из них ответит что это так некоторые из них естественно сомневаются относительно ли того правильно ли они его делают этот бизнес все ли верно но понятно что если предприниматель заимался определенным делом его на это что-то сподвигло для него это правильный бизнес плюс ты опять хочешь предложить мне дать оценку правильный неправильный нет такого понятия правильный неправильный если человек занят делом это уже правильно другое дело что может быть он допускает определенные ошибки в этом процессе и здесь же вопрос другом в том как ты или это данный предприниматель видит ошибки какой бизнес в нашей стране по вашему мнению лучше всего запускать сейчас 2017 году какая тенденция проще легче безусловно наиболее выгодный сектор в том числе и в нашей стране как и везде это сектор услуг поскольку он требует минимальных инвестиционных вложений изначально например конституционные услуги и организация бизнес тренинг это как пример или например предоставление услуг рекламы или предоставление услуг консультации или допустим аутсорсинг бухучета или аутсорсинг дизайна или все то что означает предоставление услуг для бизнеса может быть даже и для конечных пользователей почему как я сказал если мы говорим о первом бизнесе то понятно что если ты посмотришь на статистику загнувшихся бизнеса ты увидишь что они загнулись в основном у того что закрепнулись в кредитах они просто вложили деньги в оборудование и не смогли построить такую систему которая обеспечивала бы выручку который соответственно поддерживал эти кредиты поэтому мое мнение что сейчас как некоторое время назад у нас как и за рубежом стоит себя попробовать сначала в сфере услуг тут требуется минимальные инвестиции тут относительно легко контролировать качество того продукта который выдается и что очень важно есть такое понятие называется тайм-то-маркет то есть время которое требуется то чтобы вывести услугу на рынок оно кратчайше факту сегодня в течение месяца можно если существует идея интересные услуги можно ее упаковать вывести сделать известный и начать продавать у меня вот такой вопрос у меня все таки евгений бойко ассоцируется с неким пониманием того что человек который знает что такое бренд как создавать успешные узнаваемый бренд и тут мне вопрос у нас стране принято что если ты хочешь чтобы тебе узнали тебя должно быть много ты должен быть везде а везде должен быть логотип везде должна цитата твоя много вот ваше понимание правильный подход к позиционированию он какой должен быть ты сейчас говоришь о компании или о личности или этом другу сейчас по компании сейчас и компании вот если допустим мы возьмем компанию x в менталитете даже моем должно быть много чтобы тебя узнали услышали ассоциировали тебя но я как понимаю вы сторонник минимализма ты и ошибаешься и не ошибаешься может быть это уже реализовал если нету ты неизбежно тренируешь ты поймешь что есть такое выражение лучше положить рот столько сколько ты можешь проживать и проглотить и в этом смысле нужно понимать что любые коммуникационные усилия или усилия продвижения они неизбежно генерируют поток клиентов и когда тебя много везде то теоретически клиентов много если ты делаешь эту рекламу с умом и вопрос вводится к тому в состоянии ли ты обработать это количество клиентов первое и второе каков уровень качества на одного клиента который ты предлагаешь я не придерживаюсь мнения того что компании должно быть много в любом секторе я поддерживаюсь мнение того что есть понятие top of mind что значит top of mind это когда тебя спрашивают про топ представители определенной категории ты выдаешь список я придерживаю что тебя должно быть немного а ты должен быть первым в этом списке когда люди говорят о твоем секторе когда допустим люди говорят кто у нас первый в секторе бизнес-тренинг и мне кажется что вот в твоем конкретном случае нужно стремиться не тому чтобы тебя было много везде в этом списке люди сначала говорили о тебе потом о всех остальных мне трудно судить о нашей ситуации в этом смысле но я думаю что мы недалеки от того чтобы люди знающий рекламный рынок момент когда допустим идет диалог и кто-то кого-то спрашивает назови там пять самых влиятельных творческих агент страны мне кажется что мы в этом списке и мы наверху не в конце списка этого мы в частности добились не тем что нас много везде у нас другие есть методы как достичь этого естественно в нашем случае за нас во многом говорит своя работа то что мы делаем мы понимаем что может быть агентство немного везде но наши ролики везде и их много и соответственно когда люди интересуются а кто сделал кто стоит за этой компании то они узнают о нас а вот допустим сейчас рынок он точнее отношения предпринимателей к рекламе он изменилось или все также и конечно изменилось если что было раньше что сейчас если так сравнить если сравнивать с ситуацией допустим пять лет назад или семь лет назад или даже десять раньше допускалась более высокой стоимости ошибки коммуникации вполне допускала ситуация что предприниматель допускает что он потратит там энную сумму денег и при этом не ставит очень четкие задачи перед этой компании вполне допускала что мы сделаем имиджевый ролик запустим его и как бы и окей поднимутся продажи хорошо поднимутся чуть позже ну ничего страшного зато это инвестиции сейчас этого значительно меньше рынок стал значительно более прагматичным я этому очень рад потому что мы стараемся использовать хирургический подход в нашей работе а именно если мы беремся за клиента то мы с настойчивостью амира вытащим из клиента бюджет на исследование и сделаем исследование и те усилия которым будем проводить потом они будут четко оправданы контексте рынка да и они они будут как это будет хирургические усилия нежели чем после первой встречи мы предложим имиджевой компании давайте что-то сделаем красиво с одной стороны клиник стал прагматичный с другой стороны рынок стал значительно внимательнее в том как тратить деньги и к сожалению от этого пострадали маленькие агентства потому что если раньше можно было урвать небольшой бюджете и сделать что такое как сейчас это уже невозможно наш бизнес то есть мое агентство и еще несколько агентств городе от этого выиграли почему потому что те у которых есть метод подход некие гарантии результаты и портфолио показывающие что агентство знает что делать они естественно выиграли лично а если допустим взять бренд человека как вы считаете насколько правильно предприниматели себя позиционируют на рынке как вы считаете стала ли хоть какая-то с точки зрения стиля и стали люди по-другому вести себя как предприниматель либо все осталось нет 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 нас меняется конечно в этом представлении того каким должен быть бренд успешного предпринимателя в стране если 10 лет назад человек с радостью разъезжал на porsche cayenne по кишиневу и видел в этом элемент построения имиджа я думаю сейчас некоторым предпринимателям неловко как разъезжать на том же porsche cayenne местами сейчас значительно выше мне кажется ценится то что этот приниматель предприниматель дает рынку не только успехи которых он добился потому что есть люди как добились в силу или своей прозорливости или в силу везения или в силу того что они что-то умеет хорошо больших результатов но сегодня все больше и больше возникает вопрос каков тот отпечаток который человек оставляет в обществе каков отпечаток которые компания человека оставляет в обществе какую значимость имеет компания в социальном смысле и еще один очень важный момент но мы живем в такой эре когда происходит данное изменение от культа богатого успешного предпринимателя мы приходим больше культу предпринимателя придет то что ему нравится он делать это хорошо и при этом плохо зарабатывать и у него еще есть свободное время и он ведет интересную жизнь не обязательно богатый это во всем мире присутствует естественно присутствует если допустим взять отношения многих предпринимателей потому что наш рынок становится меньше многие уезжают кризис ощущение того что здесь что-то начинать ну лучше в другой стране там и рынок побольше там есть ситуация лучше и так далее в вашем понимании может быть какой-то посыл правильно ли они думают правильно ли нужно убегать и бросать все и надеяться на то что где-то будет лучше и там начинать но я думаю что стоит спросить те кто попытался уехать и начать где-то что-то какие у них есть по этому поводу впечатления я знаю что ваш я знаю я по своему примеру скажу что я знаю что люди ошибаются я ни в коем случае не хочу рисовать в розовых красках ситуацию нас нет у нас масса проблем на разных уровнях на политическом и на социальном каком угодно но 2016 год это был год роста для большинства клиентов в агентство может быть это отчасти и потому что мы работаем с лидерами рынка может быть это отчасти потому что это мы с ними работаем но я склонен думаю что это показатель рынка в целом я думаю что 12 2017 год в дальнейшем будет расти только если у нас не произойдет каких-то структурных катаклизмов в экономическом макроэкономическом политическом смысле чего я думаю не произойдет тем кто сегодня у руля это просто невыгодно соответственно 2016 был рост 2017 тоже будет рост впечатление того что рынок меньше сужается и как возможности становится меньше я думаю что она верна для некоторых узких секторов но она ошибочно в целом до экономики и когда молодой предприниматель говорит что я лучше уеду куда-то и попробую где-то что-то сделать он должен понимать что он делает две вещи первого он освобождает место для кого-то другого потому что вернувшись через год-два ты все еще на нулевой точке а кто-то другой может вырваться вперед в том что ты делаешь хорошо есть второй момент что то куда ты уезжаешь совершенно не факт что там проще легче и лучше допустим я десять лет назад отучился в москве я смотрел на москву как на город мечты если там был немножко другой климат если там жили бы мои друзья ты наверно там бы остался сегодня я побывал в москве прошлом году я ставил себя на мысли что я безумно рад что я там где я нахожусь и занимаюсь тем чем я занимаюсь в некоторой степени то же самое можно сказать и про страны европы там где я побывал мир вообще сегодня такое место что все меньше остается мест на карте где спокойно положив руку на сердце можно сказать что здесь предпринимательский рай везде свои сложности если рынок сложившийся и он большой это это значит что билет твой на вход в этот рынок значительно выше чем других местах если рынок не сложившийся и зачем он лучше нашим в завершении нашего разговора скажите пожалуйста вот как вы считаете что может помочь тем людям которые нас смотрят воспитать себе вкус воспитать себе понимание того как же все-таки должна быть реклама как должен себя позиционировать и откуда брать еще вот культуру понимание видение то есть тут получается три направления бренд культура и позиционировать есть один простой прием это благодаря тому что мы еще живем очень взаимосвязанном обществе и границы государства постоянно размывается все больше и больше в онлайне не существует больше границ государства самый лучший метод это видеть себя не в контексте ботаники или чекан или там бельц или кагула вид себя в контексте региона а желательно даже и мировом контексте и изначально момент запуска бизнеса или момент его продвижения просто задать себе вопрос сказать что моими конкурентами не является такой же магазин через дорогу или такой же магазин в другом секторе города моим конкурентами является чего игрок моего сектора в регионе и переформатировал в свою планку и подняв его таким образом это уже задел потому что как ты будешь требовать от себя большего и соответственно больше от тех усилий брендинга рекламы которые делать в компании второй плюс то что плюс а второй прием тоже очень просто это стараться потреблять максимально качественный контент а именно если ты черпаешь допустим новости или примеру хочешь узнать что происходит в мире то задай просто себе вопрос те ресурсы которые ты используешь является ли они наиболее качественными из всех которые есть если нет ищи более качественные почему потому что обычно там ты как предприниматель видишь примеры брендинга и продвижения также наилучшего качества и соответственно это тоже поднимет твою планку поварившись в этом год-два или взяв это вообще за основу что вот ты делаешь только так ты уже не будешь допускать некоторых вещей у себя в компании это как мы в свое время всех дизайнер присадили на маке потому потому что иконки сам интерфейс мака и операционная система мака настолько красиво отработаны настолько элегантные настолько продуманы что это уже меняет планку восприятия дизайнера того как вам выдает работу не может выдавать что-то урод поэтому себя нужно окружать и ингредиентами наилучшего качества а какие книги вы читаете что воспитывает вас делать то что помогает компаниям быть номер один мне повезло что я свободно читаю и и понимаю литературу в оригинале на английском языке социализированную литературу поэтому для меня достаточно зайти на сайт amazon.com посмотреть топ книг в определенном разделе просто отложить три-четыре книжки и во время отпуска или когда мне придется минутка их прочитать и так делаю я и наверное то же самое можно сделать на любом языке допустим я знаю что очень много хорошей литературы есть на русском языке поэтому спокойно книжный магазин открывается ты просто открываешь топ бизнес книг и просто ставишь перед собой задачу вычитать 4 5 10 книжек год это можно сделать абсолютно расслабленно и затем просто откладываешь на себя те кто работает есть какие-то книги которые обязательно прочитать человек который хочет воспитать себе вкус и понимание того как все-таки правильность продвигать ты между им на рекламу и брендинг да есть ряд книг я бы искал книжки монстров в рекламе как допустим несколько книжка дэвид огил в его рекламе дэвид огил ви одна из самых видных фигур вообще в индустрии мировой рекламы у него и замечательная книжка которая может выступить как вдохновение и вводный курс в то какой может быть реклама естественно есть книжки по маркетингу известные тот же трат про позиционирование но я бы предложил сделать то а чем я сказал две минуты назад это зайти и посмотреть топ сегодняшний день наиболее ярких книг из них я могу выделить одну она называется бренд new по-английски автором является вольф оллинс воли оллинс основатели одного из самых крупных брендинговых агентств называется вольф оллинс в этой книжке он излагает новую парадигму брендинга которая кардинально отличается от той которые которые мы привыкли между прочим которые между прочим среди одних из постулатов имеет идею того что тебя должно быть много и ты должен быть везде вот я бы эту книжку выйдет что она показывает то каким будет молдавский рынок через годиков 5 и каким западный рынок становится сегодня друзья любой человек может себе воспитать чувство вкуса понимание того как должно быть то есть эксперты кто нужно прислушиваться не каждый я не думаю что да я не думаю что любому человеку это нужно на самом деле конечно желательно иметь в животе вот этот индикатор который говорит тебе что то что ты видишь качественно или некачественно можете трудно объяснить ты там не можешь рассказать что проблема там шрифте или чем-то еще ты чувствуешь что это уровень а вот это не уровень этот индикатор контроль его конечно себе нужно воспитывать и он воспитывается только тем что ты окружаешь себя качественными работами и просто привыкаешь жить вы определенном окружении когда ты видишь что то что вываливается из этого ты не можешь объяснить почему внутри что это не не уровень моя рекомендация это все-таки чтобы предприниматели полагались не только на этот контроль но и на профессионалов и здесь достаточно просто иметь своем кругу пару человек которые в этом профессиональные допустим я получаю массу вопросов мне отсылают ребята там две-три картинки говорят как думаете какой если что из этого лучше понятно что это не услуга за которую там можно брать какие-то деньги я на импульсе часто отвечаю я понимаю что ну просто кому-то я оказываю услугу поэтому вот эти две вещи можно сделать с одной стороны в себе воспитывать пардон за выражение так называемый шит контроль когда-то ты знаешь что вот это но ты не знаешь как объяснить но это не то и одновременно окружать себя и людьми и брендами максимального качества друзья мы были в гостях у евгения бойко давайте читать специальную литературу возбить за себя чувство вкуса и менять мир где не спасибо очень познательно интересно спасибо мир